в этот раз я прочту видео лекцию под названием по теме семиотика что такое семиотика по самому своему названию можно сказать что это наука изучает знаки потому что семиотика само слово семиотика происходит от греческого слова семейон то есть знак а что такое знак определим на этой стадии что знак это то что кроме самого себя что-то означает то есть у знака всегда выделяется две стороны первая сторона это то что он представляет собой и вторая это его значение например щит на дороге который показывает вам установиться это показан показывает вот этот вот предмет то есть ладонь с пятью пальцами но и этот предмет означает что вы должны быть осторожны и должны остановиться на этом месте как я вышел на эту тематику это интересное определяет определяет все наши дальнейшие рассуждения я вышел из своих методологических размышлений я же был методистом по преподаванию иностранных языков и мне показалось важным понять почему мы используем разные подходы разные методы языковые для того чтобы преподавать язык взрослым мы должны иначе это делать нежели преподавать язык школе детям или совсем маленьким ребятам и я решил выяснить в чем тут дело когда в 1983 году подошло время моего шабатона то есть годичного отпуска к которому я готовился долгое время и собирал на это деньги я написал в штаты в одну из компаний в иллинойский университет ангарбор который в котором были люди занимающиеся как раз вот этой проблематикой я им написал что я скоро выйду на годичный отпуск хотел бы у них стажироваться и написать на эту тему книгу либо какое-нибудь другое исследование они мне ответили что такой возможности у них нет у них все это дело занято нет у них бюджета и пригласили меня на свой международный семинар летом это было который должен был состояться в португалии под эгидой оон я решил поехать на этот семинар несмотря на то что они отказали мне в приеме и я поехал это было очень интересно очень интересно но он был озаглавлен семена по семиотике я даже не понимал что такое семиотика в то время стал слушать лекции нам объясняли что семиотика это наука знаках приходил человек по специальности допустим картограф и объяснял нам какие знаки он использует приходил человек языковед и тоже объяснял нам свои знаки кстати языковедом оказался человек из израиля профессор столиевского университета из столиевского университета и другие так далее и так далее этнографы археологи специалист по бою быков он рассказывал что вся эта ситуация очень фиксирована жестко и объяснял какие знаки за какими должны следоваться и как они все это дело организует мне это очень понравилось но я не понимал в чем тут семиотическая закваска когда мы начали в конце этого семинара обсуждать а что же там семиотическое понравилось вам не понравилось я сказал мне очень понравилось отдельные лекции но я каждый раз задавал лектору вопросы вот приходит этнограф к нам и начинает объяснять как он собирает всякие знаки символы той или иной культуры в том или ином народу у того или иного народа племени и так далее я спрашиваю его хорошо вот то что вы объясняете речь идет в этих объяснениях действительно о знаках но в какой мере это семиотично потому что вы объясняете это в терминах своей науки ведь вы же читаете лекции по этнографии для своих коллег вы тоже говорите что это семиотика или вы пользуетесь теми же самыми терминами и так далее она мне говорит да я понял стабильности ну мне кажется это не только этнография но также семиотика а чем же она отличается в данном случае от графических исследований я спрашиваю и так каждого почти это еврейский юмор понимаете сомневаться во всем я задал вопрос они не могли ответить на этот вопрос я уехал понял что я крайне заинтересован семиотикой но стремлюсь теперь понять чем специфика это науки что там особенного чтобы отличал скажем этнографическая подход к знакам от картографического например хотя мне понять в чем там отличие совершенно друг но совершать другие знаки за но выраженные в терминах той науки в которой они используются я приехал домой задумавшись над этой проблемой и решил что нужно сделать попытку создать такую науку которая бы говорил о том что же такие знаки сами по себе не в применении к математике физике русскому языку еще какой-то науки а в общем так сказать знаки и написал книжку по этому поводу поскольку я лингвист я написал книжку которую назвал язык как знаковая система из этой книжки началось мое плавание по безбрежному океану семиотики оказывается я попал в точку более того из этой точки я в какой-то мере создал систему каким образом я решил что я должен изучать все знаки которые существуют и не только знаки системы составленные из этих знаков то есть знаковые системы и в последующем выяснил еще третий компонент этой науки который я обозначил как знаковую реальность вот тут я совершенно отошел от существующей практики не только практики семиотических исследований но практики философских исследований потому что мы знаем что такое материальная реальность материальная действительность мы знаем что такое онтологическая действительность но никто никогда не говорил о семиотической реальности я начал эту тему и заявил в конечном итоге что семиотическая реальность существует на базе конечно онтологической реальности но является совершен в значительной мере самостоятельной дисциплины которые нужно подходить самостоятельной и семиотика должна заниматься именно этой проблематикой в основном таким образом я начал плыть под парусами семиотических исследований и так что же такое семиотика которая должна включать все знаки знаков так много как их расклассифицировать классификация знаков весьма сложна и до сих пор полная и цельная классификация не существовало я предложил свою схему классификации она отражена вот в этой пирамиде классификация знаков как таковых невозможно с моей точки зрения но возможно классификация знаковых систем более того еще более клуб крупных единиц типов знаковых систем и таким образом я расклассифицировал все знаки все знаковые системы по их типам первый тип знаковых систем которые я выделил это естественные знаки его таксоном их таксоном всех этих знаков естественно является естественно знак например дым это знак того что где-то что-то горит след медведя который мы находим в лесу если мы охотимся за медведом является знаком того что здесь пошел медведь куда он шел когда он шел и так далее это уже характеристики знака все эти скажем солнце всходящее утром говорит о том что день начинается тоже знак люди начинали приобщаться к знакам именно с этой категории знаков естественных знаковых систем после этого они начали выдумывать образы образы это тоже знаки они называются у меня образные системы знаки образные системы и надстраиваются над естественными знаками их таксоном является образ образ какой критерий образ дальше отстоит от своего изображаемого нежели естественный знак естественный знак входит естественным компонентом во всю схему до того или иного явления дым входит в систему компонентов что горит что-то по дыму мы можем говорить о том что именно горит какого роста по пожар или рода пожар там происходит но это компонент самого действа а образ отстоит дальше этого значаемого мы можем нарисовать пожар и поднять что говорится там о пожаре следом за этой категории систем а их огромное количество потому что образа составляет канву для всех видов искусств для культуры и так далее культура почти вся состоит из образных систем знаков потом в истории цивилизации наступает следующая схема а именно возникает язык он возникает значительно позднее нежели образы это мы можем судить по нашим детям потому как мы сами овладевали окружающей средой и то есть представлениями об окружающей среде и и языковые знаки то есть слова фонемы морфемы их очень много этих знаков предложение и прочее прочее они дальше отстоят от своего изображаемого нежели образные естественные по моей схеме они рождаются позднее в жизни целых целого народа и в жизни каждого из нас потом возникает уже знаки которые строятся на символах форму их я назвал формализованными знаками формализованные знаки это знаки самый до самые далекие от своего изображения скажем математические символы логические символы и так далее их я разбил на две большие группы первая группа это формализованные знаки константного постоянного содержания допустим в физике это означает сила и всегда она будет означать букв f буквы а скажем x y или вай в алгебре это знаки построенные той знаковой системы построен на переменных знаков еще дальше мы действуем таким образом что мы сначала имеем дело в эти в этой категории знаков систем со знаками очень далекими переменного значения потом они получают значение для данной системы и становятся основными в той или иной системе знаков если мы поместим вот эти таксоны о которых я говорил для этих знаковых систем в определенном порядке то мы выясним что эти таксоны строятся по критерию все больше и больше абстрактности самой меньшей абстрактностью обладают естественные знаки больше чем они приобретают образные знаки еще больше абстракцию языковые знаки слова а потом и символы которых я уже говорил и это позволяет нам сделать коренной шик шаг которая коренным образом отделяется семиотику человека от семиотики скажем даже самых высокоразвитых зверей звери тоже воспринимают знаки и оставляют знаки но не сознательно они не могут понять существа знаковых систем они не могут для одного и того же явления придумать разные знаки о которых я говорил прежде то есть когда мы идем по этой ступенчатой лестнице естественный знак образ слово и символ то мы каждый раз дальше отступаем от обозначаемого что позволяет нам работать с этими знаками вне работы непосредственность с тем что они обозначают работать химику они предоставляют возможность работать дома записанным столом не обращаясь к пробиркам или каким-то естественным экспериментом которые он ставит и в этом смысл потому что когда мы добираемся до этой вершины можем работать со знаком получая новые знания о фундаментальном строении тех или иных явлений вот это лестница которая вам показал являлась всей изюминкой всей центральной центральным пунктом тех положений которые она чья начал изучать отражать своих книгах разрабатывая разные семиотические системы я написал много книг по этому вопросу вот написала написал книгу которая называется синтаксис знаковой системы причем я расширил понятия синтаксиса синтаксис он пришел из-за лингвистики там он объединял мафологию и это самое и синтаксис как называется грамматические всякие явления но я в этой книге я писал о том что в любой знаковой системы есть часть которая касается непосредственно того что мы исследуем и та часть которая руководит этой первой части как ее построить в каком логическом порядке что выделить что в центр поставить что на периферию поставить и так далее в этой книге о синтаксисе я изучал эти вопросы вот еще одна книга которую я сдал по-русски она называется парадигма семиотики в ней описал о том как строится знаковые системы и так далее вот позитивная семиотика которая получила очень широкое хождение почему потому что здесь я написал о том как мои идеи чисто теоретического порядка возникшие в моей голове можно преломить для практических приложений в той или иной науки я написал огромное количество материалов по этой тематике вот эти русские книги дополнялись еще и выпуском книг на английском языке по той же самой театрик тематике вот книга которая вышла в париже в 2001 году она называет на английском языке семиотикс энд лингвистикс это она принесла так сказать на международную арену мои идеи еще в тогдашнем виде это было 2001 году написали еще раньше а потом я значительно усовершенствовал все эти идеи и уже самое последнее время я начал сотрудничать с кембриджским университетом там есть издательство английское кембридж сколл распаблишинг она приняла к печати вот эту книжку называется эта книжка и эфири о в дженерал семиотикс то есть теория общей семиотики здесь я представил свое полное представление о том что такое семиотика зачем она нужна как она развивалась история семиотики и о чем она собственно говорит эти вещи оказались в центре моего внимания на протяжении значительного промежутка времени кроме того я затеял так сказать роман с различными представителями различных знаний различных отраслей знаний например с картографами часто выступая на их конференциях и представляя им знакомую им сферу совершенно с незнакомой стороны и многие из них восприняли мои идеи чисто семиотического плана для построения своих графических теорий я занимался много применением семиотики в педагогике потому что если честно сказать мы в обучении ведь занимаемся преимущественно со знаками мы редко выходим на природу чтобы непосредственно изучить то ли иное явление и рассказывать это все очень понятный но это характерно как раз для младших классов а в старших классах начинают играть знаки абстрактного наполнения и мы останавливаемся и мы имеем дело в педагогике в преподавании дело исключительно со знаками исключительно за знаком во всех наших вещах и в других науках математики и так далее словом я не обижаюсь на то что эти мои идеи остаются в туне и они наоборот выходят на все больше и больше простор практически простор